Здравствуйте! Итак, хотела записать еще немножко дополнение по алфавиту турецкого языка, потому что в прошлом уроке я не рассказала об особенностях некоторых букв по сравнению с русским языком. Итак, давайте рассмотрим. Во-первых, в турецком языке все буквы называются определенным городом. То есть, если, например, вы звоните кому-то по телефону и хотите сказать, как вас зовут или вашу почту, то вам нужно назвать эти буквы с помощью этих городов. Во-первых, рассмотрим, как читаются буквы и какие у них есть особенности. Первая буква А. Так же, как и в русском языке, обычно читается А. Вторая буква Б. Б. Харфин Ады. Это название буквы по-турецки. Третья буква Д. ДЖ. Слитно, получается Д. Четвертая буква Ч. Она не такая грубая, как по-русски. Она немножко мягче. Ч. Пятая Д. Д. Так же, как и по-русски. Шестая Э. Буква Э. Седьмая буква Ф. Когда мы ее произносим, у нас немножко верхняя губа поднимается к носу. Получается, как бы, зайчья губа. Ф. Восьмая буква Г. Здесь она читается мягко. Не как по-русски Г. Твердо. А именно мягко. Г. Г. Юмушак Г. Не имеет звука. То есть, когда мы встречаем ее в словах, то обычно она удлиняет предыдущую гласную. И называется Юмушак Г. Буква Х. Буква Х не такая грубая, как по-русски. По-русски мы говорим Х очень грубо. А здесь она как на выдохе. То есть, ее практически не слышно. Наверняка вы слышали, как некоторые турки говорят Мерхаба, а некоторые турки говорят Мерхаба. Так вот, Мерхаба говорить, конечно же, правильнее. То есть, если она есть, эта буква, в слове, то, конечно же, она должна читаться и произноситься. Но очень слабо, как на выдохе. С точкой это буква И. Так же, как по-русски обычная буква И. Следующая буква И, твердая, даже может быть и твердея, чем по-русски. Буква Ж, мягкая, не такая, как Ж по-русски, твердая. Мягче, Ж. Что-то среднее между Ж и Ш. Буква К тоже мягко. К читается. Л тоже как будто бы с мягким знаком. Л. Шестнадцатая буква М. Обычно читается Мерхаба. Н. Буква Н. О. Так же, как по-русски. И здесь я хочу обратить ваше внимание, что в турецких словах обязательно, если написана буква О, то нужно ее читать как О. Нельзя прочитать ее как А. Девятнадцатая буква Ё. Это что-то среднее между Ё и О, но не ютируется. Ё. П. Обычная буква П. Р. Здесь она немножко английская. Язык немножко прилипает к верхнему небу. Р. Но так же хочу обратить ваше внимание, что буква Р обязательно произносится в словах. Есть определенный измирский акцент, где опускается эта буква в конце слова. Но правильный стамбульский акцент. Эта буква обязательно произносится. С. Обычная буква С. Щ. Буква Ш не так, как по-русски Ш твердая, а мягче. Тоже среднее что-то между Ш и Щ. Щ. Буква Т. Т. Так же, как по-русски Т. Но, скорее всего, даже немножко более глухая, чем по-русски Т. Буква У. Обычная буква У. Ы. Здесь мы вытягиваем губы вперед и что-то среднее произносим между Ю и У. Но тоже эта буква не ютируется, поэтому Ы. В. Буква В. Тоже хорошо произносится, всегда ее хорошо слышно. И буква Е. Это как наш и краткая, но с гласной Э получается Е. И последняя буква З. Ну и, конечно же, вот эти города, они помогут вам правильно произнести, например, свою почту по буквам или свое имя, чтобы его правильно написали. То есть, буква А соответствует Адана. Б. Болу. Дж. Джейхан. Ч. Чанаккале. Д. Денизли. Э. Эдирне. Ф. Фацца. Г. Гиресун. Юмушаге. Юмушаге. Так и произносится, то есть здесь не может быть никакого города, потому что в турецком ни одно слово не начинается на Юмушаге. Хэ. Хатай. И. Измир. И. Спарта. Жэ. Жандарма. Это, конечно же, не город, это подразделение. Кэ. Карс. Лэ. Люлебургас. Мэ. Муш. Нэ. Нейдэ. Вот, посмотрите, здесь перед Юмушаге стоит буква И, и она становится длинной. Нейдэ. О. Горду. Ё. Эдемиш. П. Полатлы. Р. Ризе. С. Синоп. Щ. Щирнак. Т. Токат. У. Ушак. Ю. Юнье. В. Ван. Й. Йозгат. З. Зонгулдаг. Тоже, кстати, можно подучить эти города. И всегда вы скажете тогда правильно свою почту или свое имя. И турки никогда не ошибутся в написании ваших имен. Надеюсь, вы поняли, как произносятся сейчас эти буквы. И обязательно обратите на них внимание при произношении слов. До следующего урока. Пока-пока.